привет всем вышли мы на прогулку в зимний лес сейчас идет небольшой снег сугробы лесопарк такой у нас вот люди гуляют собачками просто гуляют он какая сосна сломанная почему-то может ветром или чем-то сломала мы идем идем дальше смотрите ки сугробы в том году вообще не было снега даже зимнюю куртку не одевала в этом году сугробы почти каждый день идет снег люди гуляют такой называется лесопарк александрину но тут прям как лес получается из двух частей состоит с одной стороны от дороги лес с другой стороны парк назвали леса парк вот я иду именно мы идем по лесу тут мне больше нравится потому что тут более как больше деревьев как настоящий лес но когда-то он был лесом настоящим потом вокруг понастроили домов дорог по прокладывали и стал как лес в городе он там гнездо я смотрю гнездо припорошено снегом прям интересно там наверно сейчас кто-то живет а может быть и нет не знаю лишь гнездо какое интересно живет там кто-то как ты думаешь или улетели птицы которые вели это гнездо тут и сосны и березы в основном березы березовый лес снег так хрустит все-таки минус 8 мороз он какой снег это надо какой перепад ночью минус 19 час минус 8 перепад температуры какой до ночи тут освещен этот лес ну только центральные дорожки а так конечно где я иду тут просто тропинка тут не освещена она уже давно хотел погулять по зимнему лесу воздух такой свежий деревья в снегу это все на работе езжу проезжаю этот лес постоянно проезжают от лес по несколько раз в день все мечтают сходить сюда мечтал вот теперь пришел наконец-то он собачка бежит собачка бежит я надеюсь не сожрет меня это собачка а снег такой мягкий пушистый как легко снеговиков лепить с этого снега пушистый пушистый такой прям с собачками гуляет короче просто гуляют мы идем дальше в этом лесу мы гуляли года четыре назад и тут очень много снеговиков кто-то слепил всяких разных а сейчас не знаю есть снеговики или нет сейчас посмотрим может быть есть но тогда я так думаю кто-то приезжий на слепил тех снеговиков потому что их было очень много и они были одно время именно тут пойдем по тропинке идем такой маленькой узенькой он смотрите какие-то кустики так вот те снеговики потом и через время их все кто-то разрушил все эти снеговики поэтому я думаю кто-то слепил не тот кто тут живет потому что они одно время только были слеплены после этого их никто не лепил больше а может быть кто-то местный слепил не знаю но их было очень много и котики и белочки и там с 23 февраля тематические потом семья была слеплены снеговиков там мама папа и ребенок или два ребенка там и собачка еще было и снега следует семья с собачкой в общем хорошо так было все слеплено он тут уже фонари видите за центральная дорожка так куда идем направо а ну пойдем прямо люди ходят гуляют завидуя всегда когда на работе завидую тем кто может погулять когда хочет когда работаешь вон скамейка ой снег прям когда работаешь конечно не до гуляний смотрите какие высокие березы тут всякие эти каналы в которых когда дождь летом дождь идет и эти каналы заполняются водой он тут видите провод и фонари тут эта дорожка тоже освещена ночью которая сейчас иду он дерево вообще только ствол без веток удивительно куда ветки делись куда ветки могли деться эти отпали что ли и красная черта на нем может быть хотят спилить его начертили красную полоску вот фонари тут вечером тут тоже хорошо когда освещено все снег переливается красиво рука замерзает надеюсь дрожать не будет видео то в прошлый раз стабилизация была выключена и у меня дрожала видео сейчас я одену перчатку на руку который держу камеру одень мне перчатку рука замерзает на палец на этот все потому что рука замерзает и камера начинает дрожать все отдел перчатку на эту руку люди гуляют я не буду никого снимать так просто природу снимаю я тут даже когда-то белку видел но в основном белки живут через дорогу там в парке с той стороны в этом лесу их мало собачка лежит ведь один раз не два раза видел белок в этом лесу и они очень дикие а через дорогу в парке там они прям ручные у у меня есть по моему второе видео на моем канале с белками и вот именно в этом парке который через дорогу от этого леса я их и снимал этих белок они ручные а в этом лесу очень дикие белки не знаю почему сегодня дорога их отделяет но что-то они вообще боятся всех хорошо так когда снежок такой знаете ненавязчивый такой чуть-чуть такой так падает потихоньку а то тут был снегопад прям и снимать было не не снять ничего смотрите как интересно деревья сплелись вот эти это одно дерево такое вот прям вообще интересно в обнимку как два дерева в одном а это сосна тут сосна он тоже растут тоже здоровенные наверное такого размера сосна была на дворцовой площади в этом году там же живая была 25 метров наверно вот такая же очень большая ну что сюда идем прямо идем прямо ой снег сыпется нету снеговиков вообще не вижу в этом году хотя снег лепи не хочу никто не лепит тут фонари есть тоже люди с магазинов ходят с покупками просто гуляют он с палками с собачками ходят с чем только не ходят все гуляют а сегодня суббота ну понятно сегодня сегодня больше народу чем в обычный день такие сугробы прям есть не помню когда последний раз были такие сугробы санкт-петербурге очень давно были в том году вообще не было снега ну что сюда идем ты куда хочешь где больше народу я хотел туда пойдем снеговики то там были вон как дерево смотрите толстый толстый слой снега на ветках сантиметров ну по 15 минимум эти сегодня солнца нету а когда работаю я каждый день было солнце каждый день завтра тоже выходной тоже не будет солнце после завтра я работаю первый день будет солнце а когда солнце конечно еще красивее он сколько снега смотрите так куда мы идем а прямо прямо значит прямо нету снеговиков вообще нету снеговиков вообще нету а тогда было столько но снега очень много просто не знаю почему не лепят снеговиков дети какие красивые такие ели вот и сосны это сосны летом тут очень много птиц тут кормушки сделаны для них и там че только нет и сало и орешки че только нету там и всякие фрукты яблочки кусочки видите как хорошо в лесу а тут кстати уже вот эта дорожка не освещена тут нету столбов с фонарями фонарных столбов деревья очень высокие не знаю сколько им лет такой старый лес ну он еще был до всех домов которые тут вокруг построены вокруг этого леса этот лес старее домов этого района старее который образовался вокруг ну хорошо хоть что-то остается хоть часть леса осталось я думаю он был больше наверно когда-то а может быть такой и был а вокруг может быть просто были какие-то болота не знаю возможно и спилили часть вырубили кто с колясками кто с собаками кто с палками кто с пакетами с магазинов все по своим делам ходят а мы просто гуляем на каких-то деревьях прям толстый-толстый слой снега на каких-то тонкий непонятно что думали может завтра погулять завтра солнце но посмотрели нет по погоде нет завтра солнце поэтому вышли сегодня когда солнце очень хорошо когда солнце и когда вечер и фонари светятся тоже потому что тесно голову как упадет этот снег потому что снег приливается под лучами солнца и фонарей и блестит очень красиво халабуда какая то кто-то на лыжах да вот еще на лыжах есть индивидуумы которые катаются кстати на лыжах в троллейбусе очень много с лыжными палками заходят очень много ездят с лыжными палками троллейбуса пойдем дальше вот так может и и что но туда а впереди дом идем в ту сторону я знаю что надо куда-то туда идти так вон туда пойдем вправо там корзюна наверно нет козло это такие названия улиц улиц вы видите там тут вода течет когда дожди проходят в этих каналах во всех летом тут замечательно летом тоже наверно поснимаю тут похожу ну что идем туда да а мы туда не ходили по моему или куда ну говори куда пойдем туда обратно получается если туда пойдем домой да а там видишь заблудились в трех соснах откуда я знаю что это за дом но это корзюна что это еще козлова но чё тогда спрашиваешь меня сам знаешь ну потому что надо было идти я хотел другую тут без разницы где ходить все равно сейчас снеговиков нет нигде я уже это понял там где мы тогда их видели их нету вот тут уже фонари есть заблудились в трех соснах тут вроде лес небольшое заблудились представьте ну да там а если бы настоящему лесу это вообще бы заблудились бы сразу же спортсмены всякие ходят спортсмены снег так хрустит просто замечательно хоть наконец-то я сегодня не работаю могу без маски походить подышать воздухом же так надоело это маска коронавирусная коронавирусная маска фонари когда ходили тут вечером поздно когда темно было фонари светились вообще было хорошо так красиво ну просто когда темно то нет такой такого качества видео нету когда темно вот мы уже обратно вернулись видишь скамейка это и там не я говорю туда надо было идти птички поют кругом короче мы обошли а я хотел туда прямо прямо не направо надо буду ну что вам показать я не знаю тут в принципе мне тут очень нравится а вам тут вы со мной сейчас гуляете вам нравится вообще такая погода снежок так тихонько тихонько падает надеюсь что вам нравится такое тоже природа такая зима сугробы хрустящий снег скрипучий как и мне тут такая развилка вот мы с нее начинали сейчас опять к ней пришли вообще надо туда идти прямо прямо может быть там все таки будут снеговики но это очень вряд ли потому что там маленький участок где мы не прошли вряд ли они там есть они бы и тут были а там там дорога он там за деревьями видно транспорт троллейбусы но вам не будет видно это далеко ну короче мы выходим до получается ну ладно вообще вот туда прямо прямо как мы тогда ходили ну если бы не свернули прямо прямо да ты хотел направо то я же там спросил на развилку ты показал туда ну ладно ну вот я вам показал лес зимний а завтра может быть в другом лесу тоже лесопарк но там тут равнина а там горы там может быть завтра сниму если туда поедем то сниму там а может быть завтра в петерков поедем не знаю короче короче по возможности буду снимать видео по возможности потом когда будет тепло и поеду в центр там по магазина под торговый по торговым центром покажу поснимаю с видео будут по возможности я их снимаю выкладываю так то когда работаю я не могу ничего снимать поэтому пока редко видео выходят но все равно не забывайте подписываться на мой канал видео будут новые камера у меня есть хорошая штатив купил недавно поэтому видео будут выходить когда смогу чаще снимать буду чаще снимать в общем подписывайтесь на мой канал надеюсь вам понравилась прогулка по зимнему лесу всем пока